Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в данном видео будем обсуждать могильщика, которого я лично считаю имбой фана на 7 уровне среди тяжелых танков. Далеко не всем получится понять данную машину. В комплекте вместе с Чифтейном он сейчас продается за 9000 голды. И если вы не понимаете могильщика, если вы не понимаете игру на 7 уровне, если вы гоняетесь за статой и вам обязательно необходимо зарабатывать максимум серебра по результатам боя, то могильщика вы однозначно не поймете и он вам однозначно не нужен. Ну а если вы расцениваете танки в этой игре так, как расцениваю я, и вам необходимо, чтобы машина по результатам боя оставляла у вас исключительно позитивные впечатления, то тогда могильщик однозначно вам подойдет и за 5000 я бы смело его в таком случае покупал. На свой твинг я его однозначно куплю, потому что 5000 он действительно стоит. Я даже думаю, что он стоит и дороже. Ну а что касается основного аккаунта, то он у меня давно на основе и я прям нарадоваться не могу этой тачке. Плюс к тому стоит отметить, что за 5000 вы получаете открытое все оборудование, а больше к могильщику ничего и не надо, потому что ему не нужен легендарный внешний вид, он и так им обладает и вы не можете его ни в коем случае поменять, ну и вы можете только добавить какой-нибудь интересный обвес. У меня стоит вот этот вот старый обвес еще с тех времен, когда машина заходила в игру, тогда и обвес этот появился. Можно было бы одеть на него очень красивые крылья ночи, но 975 голды для меня это все-таки дороговато. Я лучше эти денежки приложу к какой-нибудь другой тачке, которую поставлю себе в ангар. Что собой могильщик представляет, сейчас попробую объяснить. Ну а дополнительное видео по могильщику обязательно добавлю в описании к данному видосу и поверьте, у меня их очень много. Обожаю эту машину и очень часто на ней играю. Что касается орудия, здесь орудия на целых 6 снарядов, которые вылетают оттуда менее чем через каждую секунду. При этом барабан очень бодро перезаряжается всего лишь за 11 секунд. И при уроне каких-то мизерных 90 единиц за выстрел вы получаете суммарный ДПМ в 2260 единиц. Это действительно очень круто на седьмом уровне. Против восьмерок безусловно играться будет сложно. Время сведения и разброс очень комфортное. Это заценим с вами непосредственно в самом бою. Что касается всего остального, то здесь особо хвастаться нечем. Потому что здесь, ребят, угол склонения орудия вниз минус 5. И это действительно очень сложно отыгрывается на неровностях. Ну и что касается пробития, то против семерок более чем достаточно. Против восьмерок очень сложно. Короче говоря, могильщик чисто фановая тачка и исключительно для восьмого уровня не подходящая. А на своем седьмом чувствует себя прям сухо и комфортно. Что касается брони, да, здесь есть серые зоны. Но в то же время машина неплохо забронирована, если опять-таки находится исключительно на своем левеле. Там, где ей в принципе и место. Ну что, берем тачку и погнали в бой. Ну что, поехали. Мы против шестерок и семерок. В принципе, наша стихия. Если все будет хорошо, если нас нормально поддержат, то я думаю, что мы сможем получить массу удовлетворения. И что самое хорошее, мы сможем немножко накосить урона. Как видите, скорострельность у орудия просто бешеная. На дальних расстояниях, безусловно, отыгрывается сложно. Здесь я не буду врать и рассказывать, что это прям снайпер. Но, если вы стреляете и успевает орудие сводиться перед следующим выстрелом, то и на дальних расстояниях вы можете качественно отыгрывать. Понятное дело, что с учетом времени сведения после каждого выстрела, на дальних расстояниях будет сложновато отыгрывать, не дожидаясь полного сведения орудия. Ну что, попробуем еще раз. Ну вот эти вот минус 6, это действительно, ну, не то чтобы беда данной машины, но к этому необходимо привыкать. Вот сейчас, стоя здесь на горке, мне пришлось существенно слезть вниз, для того, чтобы можно было выцеливать. Что касается времени перезарядки магазина, то я уже успел перезарядиться. Вот такой вот он быстрый в этом отношении и действительно очень комфортный. Поехали, попытаемся поддержать наших ребят, которые почему-то стоят и никуда не едут. Наверное, очень сильно боятся тяжелого танка, хотя, не знаю, правильно ли это. По-моему, они втроем могли вполне спокойно сейчас вкатить туда, ну и, соответственно, немножко там повеселиться. Так, ну вот видите, что происходит на дальних расстояниях? Разброс увеличивается, ну и, соответственно, ваша скорострельность по принуждению, скажем так, сразу падает. Наконец-то, наконец-то ребята решили вкатить, заехать и сделать неприятное, хотя герой нашелся только один. Итак, мы опять перезарядились, начинаем отстреливать и вот эта бешеная скорострельность меня и подкупала всегда в могильщике. Ну, просто-таки мечта, мечта пулеметчика в нашей игре. Дракула молодец, Дракула свалил куда подальше, думает, зачем оно мне надо? Там сейчас как заедут, как наваляют хорошенько, не буду я там находиться, не надо оно мне. Возвращаемся назад, счет 4-3, к сожалению, продавили, мне там оставаться смысла никакого не было. И вот здесь немножко дискомфортная ситуация, потому что я не могу выцелить ликана. Ладно, поехали еще подальше. Так. Ай-яй-яй-яй. Промах. Перезаряжу заново весь магазин. Да, поторопился. Надо было не перезаряжаться. В таком случае я бы сейчас по ликану уже отбрасывал. Так, голда мне в помощь. Ликан против нас действительно забронирован. И придется немножко пожертвовать серебряндей. Проиграли. Проиграли по очкам, но немножко постреляли. И плюс к тому сделали один фраг. В целом машина очень классная, очень интересная. И даже вот в таких проигрышных боях, может кто-то будет удивлен, но она все равно оставляет по себе приятное, хорошее впечатление. Мне лично заходит. Наша результативность вообще практически ничего не делая. 1500 округляем единиц нанесенного урона. Один уничтоженный соперник. Фарм смотреть не буду, во-первых, потому что проигрыш. Во-вторых, потому что это коллекционка, которая не предназначена для того, чтобы фармить. Ну и как вы видите, абсолютно спокойно занимаю второе место в своей команде по нанесенному урону. Рандом в данном случае разорвать не получилось. Но и такое тоже бывает. Из своих видео ничего не вырезаю, для того, чтобы вы видели исключительно правду о машинах, которые выставляются на продажу. Ну что, поехали, еще одну каточку сделаем. Ух, друзья, сейчас нам придется прям совсем туго, потому что против нас преобладающее количество восьмерок целых пять танков восьмого уровня и только две семерки. И это действительно не очень хорошо, потому что, как я говорил, против восьмерок могильщик действительно слабоват. Здесь я спорить абсолютно не буду. Но и такое, ребят, тоже встречается. И вы попадаете с машинами выше уровня. К этому тоже необходимо быть готовым. Ну и, соответственно, данная катка сможет показать вам, на что могильщик способен, если вы будете играть против ребят выше по уровню. Поехали. Поехали вместе со всеми. Попытаемся им помочь настолько, насколько сможем. Мне почему-то кажется, что я сейчас буду желанной мишенью, потому что, понятное дело, что с семеркой справиться гораздо проще, нежели с восьмеркой. Зачем он туда сейчас так взорвался нагло, не совсем понимаю. Скорее всего, жить совсем не хочет. Понял парень, что... Ну или девчонка, кто его знает, кто там за рулем сидит. Понял, что ловить нечего. И решил покончить жизнь самоубийством. Мог немножко подождать. Может, сделали бы чутка побольше чего-то. Так. Давай я на тебе пока сконцентрируюсь. Так. Ай-яй-яй-яй! Еще два снаряда. Ну. А, еще один, е-мое. Не заметил, не заметил, что у меня в магазине остался еще один снаряд. Ну и, соответственно, это привело к тому, что не дотянул. Есть. Раз. И благодаря магазину сейчас должен быть два. Есть второй фраг. Нас осталось три на три. Причем я шотный. Не очень, не очень хорошо. Как минимум для двоих соперников из трех. Я шотная машина. И мне что-то кажется, что ни к чему хорошему это не приведет сейчас. Химера. Ну вот для него-то я точно шотный. Отходим назад. Не исправитель. Не исправитель. Так. Да. Ну 700 единиц урона я ему навряд ли сейчас нанесу. А вот он меня сейчас весело вынесет. Как обидно. Ну вот так вот, ребят. Два фрага. Вот так себя чувствует машина против восьмерок. И да, удивляйтесь, не удивляйтесь. А я все равно получаю удовольствие. Даже несмотря на то, что где-то в чем-то могильщик не вытягивает. В частности, против ребят, которые покрепче и постарше. Досматриваем результаты боя. Ну и соответственно, будем подбивать итоги. Итак, друзья. К сожалению, поражение 1086. Ну будем говорить 1100 единиц нанесенного урона. Что касается нашей результативности в команде по количеству нанесенного урона, то среднячком. Ну в принципе, это не удивительно. Против восьмерок, как я говорил, машина действительно играется очень сложно. Давайте теперь будем откровенно говорить по поводу могильщика. Это не имба в понятии среднестатистического танкиста. Среднестатистические танкисты считают, что имба это та машина, которую очень сложно победить. Имба это та машина, которая разрывает всех просто-таки в щепки. И да, я соглашусь с тем, что в таком разрезе могильщик не имба. Но в отношении массы позитивных эмоций от боев, это действительно имба фана. И мне кажется, что это гораздо важнее, нежели количество нанесенного урона. Либо обязательно большое количество собранного серебра. Кто-то со мной не согласится и кто-то явно сейчас в комментариях напишет по поводу того, что я неправильно воспринимаю игру. И имею неправильное мнение по поводу танков. Но, как я изначально говорил, могильщик это та тачка, которая зайдет далеко не каждому танкисту. А только тому, который разделяет мою позицию по поводу данной игры. А именно то, что игра должна приносить в первую очередь удовлетворение. И удовлетворение, поверьте, можно получать даже, несмотря на то, что ты проиграл в каком-то бою. Это было абсолютно честное мнение, абсолютно честное видео по поводу могильщика. Если вы за честность автора, если вы за честность на канале, то обязательно подписывайтесь на него. И обязательно прожмите лайк данному видосу. Я снимаю и показываю, ничего не скрывая и никого ни к чему не агитирую. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok